Всем привет! У нас новый влог. Надеюсь, вам понравилась предыдущее видео распаковка с H&M. Я еще заказала и хочу вам уже просто так показать. Мы с Федей завтракаем. Сейчас я сниму наш завтрак. У меня работает робот-пылесос. Он у меня с вечера собирает крошки, которые мы набросали. Сегодня будет интересный рецепт. Буду варить гороховый суп вообще первый раз. Сейчас посмотрю в интернете, как его готовить. Но я думаю, что ничего сложного в этом нет. У нас сегодня на завтрак омлет у Феде. Я просто ему половинку своего омлета дала. И вот он грызет. У меня еще и бекончик дополнительно. Тут у меня, как всегда, на кухне грязь. Вот еще осталась половинка омлета. И здесь уже цыпленок у меня готовится на гороховый суп. Но Рома замочил очень много гороха. Не знаю, я, наверное, буду его... Утилизировать половину, потому что в эту костюлюку все не влезет. И хочу сейчас компот еще поставить варить. Вот. Чисто клубничный. И отложил еще на смузи ягодки. Вчера у Феди на ужин были вот такие вот макарошки и курочку. Я ему солью дала. Вот. Флёр эллипин. Кстати, мне попросили показать печенье, как выглядит флёр эллипин. Вот в такой упаковке они. И вот так вот выглядят. Очень хороший состав. И беру их в Феди. Вот так вот он сам ест. Нам, кстати, сегодня 11 месяцев. Принимаем поздравления. Сегодня я хочу сделать день такой, ну, не то чтобы небольшой, но, в общем, уборки. И хочу вам показать минус нашей стиральной машины плюс сушилки в том, что вот здесь вот под резинкой собирается пыль. И ее нужно перед каждой стиркой... Ой, не пыль, а ворс. Вот перед каждой стиркой я вот так протираю, чтобы на вещах... Вот, видите? Не осталось. Поэтому я хочу сегодня разобрать шкаф. Уже две недели вот этот вот. Не могу никак разобрать. Убрать зимний. Перестирать. Обувь перемыть. Убраться здесь в ванной, потому что мне нужно помыть душ. Федину ванночку, раками. В общем, фокус. В общем, все-все-все. И протереть пыль. В комнате, ну, вот, везде. Так что планы большие, времени мало, потому что я еще хочу смонтировать классный ролик про обзор игрушек. Он выйдет после этого влога. Буду так чередовать разговорный и влог. Тем очень много для разговорных видео. Поэтому, да, и еще мне нужно поучиться сегодня. Это я вам тоже чуть-чуть попозже все расскажу. Думаю, вам будет интересно. Как вы видите по этому кабачку, мы собрались на прогулку. Я поставила цыпленка и компот на таймер. Вот через 12 минут он выключится. И как раз мы сейчас спокойно выйдем. Нужно окошко открыть, проветрить. Федя лежит неподвижно. Поэтому, ладно, пока он не вспотел, выйдем на улицу. Мы сходили на прогулку с Федей. Не знаю, у него какой-то регресс на походу. Дело начался вчера. Он улегся тоже пол первого. На второй сон. Он просто на груди поспал у меня полчаса, пока я как бы с ним сидела. А потом проснулся. Ну, я его не смогла переложить. И все. Я думаю, что он начинает переходить на один дневной сон. Сейчас покажу, как он спит. А что делать? Ну, мне так приходится его выставлять. За дверь получается. Вот, видите? Он здесь спит в коляске. Я приоткрываю сюда вот это окошко. И я покупала для вот этой двери ванной такую штуку. И вот так вот щелочку оставляю, чтобы его услышать, когда он проснется. Ну, а я начинаю готовить гороховый суп. У меня здесь сварился уже компотик. Мало ягод было. Буду сделать заказ в глобусе и закажу побольше. А вот это вот цыпленок, карнишон, мне очень понравился. Просто лучше, чем курица. Поэтому... И стоит 120 рублей всего. Не знаю, всего или это дорого. Ну, в общем, я покупаю его. Вот так вот выглядят баночки из фикс-прайса. Видите, макарошки. Насыпаю. Хочу еще две сюда взять. Для геркулесовой каши. И еще чего-нибудь. Может быть, рис. Хотя рис я в пакетиках храню. В общем, посмотрим. Вот так вот пока-то все дело выглядит. Так. Ну, все. Буду готовить. Сразу чищу картошку и кидаю ее в вариться. И сейчас буду делать обжарку. Еще немножечко запишу. Это я зашла в магнит. Взяла уже для Пасхи. Украшения. И ванильный сахар у меня закончился. Это сегодня мы будем делать с Федей. Фотографию на день месяца. Я хочу его одеть в комбинезон. И типа, как раньше сделать. Выложить из укропа, в общем, цифры. Два огурчика. Три помидорки. Финики. Вроде вот эти вот получше выглядят. Попробую, скажу. Очень захотелось вот таких огурцов. И бананы. Федя очень хорошо ест банан. Но что-то я плохо посмотрела. Ладно, обрыжу его. Я приготовила. Сейчас смотрю блогера одного своего любимого. И она делала рыбный пирог. Вот хочу еще рыбный пирог приготовить на неделе. В общем, у меня здесь варится гороховый суп. В общем, у меня там только три ингредиента. Это картошка, мясо, лук А4. И сам горох. Потому что у меня не оказалось морковки. Не знаю, может быть, еще добавить горошка. И сейчас я переливаю компотик. Сюда я добавила отдельно в кувшин сахар. А Федя в паильник налила без сахара. И заварила чаек. А то он сейчас заваривается. Ну, в принципе, и все. Сейчас Роме позвоню, спрошу. Мало ли... Мало или много гороха. Еще целая бадья осталась. Так, девочки. Вочинг-дем сейчас распродажа 50%. И на этой распродаже я заказала вот такой вот Феде песочник. Он, знаете, из махровой ткани сделан. Ну, типа полотенца. Вот. У него такие ушки классные. Капюшон. И я тоже взяла его на море. Например, он покупается в купальном костюме. И потом его переодеть вот на такой, на сухой, на махрушку. Я думаю, будет самое то. Размеров, к сожалению, не было нашего 80-го. И я заказала 86-92. Думаю, ничего страшного. Будет ему как бы на вырос как раз на все лето. И взяла ему носочки. Это уже не на скидках. Так, значит, комбинезон стоил 479 рублей. 500 рублей, грубо говоря. И взяла вот эти носочки. Они стоили 400, здесь 5 пар разного цвета. Они вот такие коротенькие. Я люблю. Сама ношу вот такие. Вот. И Федя беру. В принципе, он не против. Ему комфортно. И я взяла себе кофту. Вот такую из крупной вязки. Еще не знаю, думаю, оставлять или нет. Хотя она стоила 1400 всего. Тоже на распродажу взяла. Оставлю вам ссылочки. В размере S. Можно было, в принципе, и М-ку взять. Такое, чтобы оверсайз был. Но она мне как бы тоже такая свободная. Я хочу еще заказать белую такую базовую футболку. Белую и серую, наверное, возьму. Сейчас посмотрю на Ла Моди закажу. И, например, летом, да, накинуть. Даже можно на море ее взять, если прохладно. Или куда-нибудь в гости. Можно с юбкой, можно с шортами. Можно с джинсами. Со всем она как бы подойдет. И здесь, видите, такие пуговички. Они из пластика, но как бы под дерево. Я так думаю, что... В общем, симпатичная. Мне нравится. Весь заказ мне обошелся в 2300. Думаю, нормальная цена. Недорого. Мы наконец-то сделали это из полимерной глины. Вот ножка Федина. И здесь ручка. Вот ручка плохо как-то отпечаталась. В принципе, видно, да, как бы. Но мне не нравится вот эта рамка. Я ее покупала в фикс прайс. И, я не знаю, наверное, закажу белую гуашь, покрашу. Хотя я выиграла в конкурсе криловые краски. Не буду ничего покупать, дождусь их. И вот я не знаю, как их приклеить. Хочу в Пинтересте посмотреть. Может быть, какие-то есть идеи. И закрасить их пчел, наверное. И как-нибудь красиво расположить. Может быть, вообще поменяю рамку. Пока не знаю. Как сделать. Если, например, сюда. В фикс прайсе, видите, покупала 450 рублей. То есть, не на глубокое, а на плоское, может быть. В общем, не знаю, как расположить. Тут какие-то трещины пошли. Подумаю еще. И хочу заказать еще 3D. Видела очень классно. Мама, папа там как бы обнимают. А внутри ручка ребенка тоже здорово выглядит. Пока положу сюда. Сейчас буду разбираться. Здесь тоже книжки надо убрать. И вообще убраться в книжной полке. Рома мне тут набордачил. Видите, как все стоит некрасиво. На фоне телек работает. А, вам не показывала. Заказала Феде вот такую вот бизи... Не знаю. Бизи-катушка. Бизи-борд. Столом 500 рублей. Заказывала на Валберсе. Оставлю ссылку. Но недавно заходила. Подружки скидывала. Их уже нет в наличии. Что здесь у нас есть? Это выключатель вот такой. Собственно, для чего и покупался. Потому что Федя лезет к нашим выключателям. Резинка. Удобно надеть на коляску, чтобы она не выпадала. Колесико вот такое можно крутить. Защелка есть. И Феде очень нравятся вот эти шарики. Он их перебирает, пробирает. Я все помыла. Здесь есть лабиринт и вот такая вот шестеренка. Тоже она крутится. Уже следы от Федяных зубов. Это из последних покупок. Так хранятся игрушки. Что тут? Ну, здесь вы все видели. Я рекомендую вот эту пирамидку. Она вообще... 200 рублей стоит. Но краска очень быстро слазит. И, в общем, тут для красоты пока стоит. У нас... Здесь это мы... У нас свадебная фотография. Я беременная. Это я делаю фотосессию. Магнитик у нас некуда приклеить. Тут вот УЗИ и Федя маленький. Такую булочку. Лежит. Надо, кстати, заказать в дне рождения ему вот такие эти карточки для полароида. Вот здесь надо разобрать. Кстати, очень классная настольная игра. Кракасон мы с Ромой на двоих очень любим играть. Федя укладываем и играем в нее. Любом буду заполнять после годика уже. Моя футболка лежит. Тут, видите, у меня вообще книги повсюду. Ой, надо дочитывать все. Ну и вот более-менее убралась на кухне. Надо обувь сейчас убрать, чтобы Федя не лез к ней. Ну и вот так, в принципе, как бы осталось по мелочи прибраться. Ой, еще хочу. Скорее всего, отдам вот этот пакет для игрушек, потому что мы не пользуемся. Сюда проставлю эти контейнера с нашими игрушками. И под кроватью вот этот вот каремат убрать. Потому что я занимаюсь на Федяном коврике. И вот здесь в пакетах вещь, которые я думаю сдать в Чендем, получить скидочку. Так как я сейчас там начинаю. Начинающий там шпаголик с Чендем. Чем просто отдавать, хоть и приятность будет 15% скидкой. И тут мне надо убраться. Ну и все. А, хочу разобрать вот этот шкаф. Тоже что-то выставить на продажу. Что-то перестирать, разобрать на скидку. В общем, дел куча, поэтому пойду делать за мной. Мне сейчас не получиться надо. Так, мы только что отфоткали фотосессию 11 месяцев. Сейчас покажу. Цифры были из укропа. Ты не попал. Специально в магнит заходили за укропчиком. Типа, знаете, он такой ранчо парень. Сейчас его отпущу, еще покажу. Вот он, смотрите, парень с голым торсом. Кстати, эту панаму я покупала на распродаже за 150 рублей, по-моему. Это Чендем. На 1-2 года. Ой, как раз 92. Нам носить. Она двухсторонняя. И завязки есть. Сейчас мама уберет это. В суп будем класть с тобой, Федя. Федя, ты такая бурка. Ты такая бурка. Ничего, распорился пальчиковый захват. Ой, бинцетный захват. Федя, возьми вот эту. Оп, все. И в рот, да? А вот завязки. Нужно завязывать. Так, мальчик Федя зачистит зубы. А это значит, что мы готовимся ко сну. У меня как раз сушка сейчас закончится. И будем заканчивать этот влог. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.